5 место. Семейный бюджет. Фролова – типичная семья из российской глубинки, с трудом уживающаяся в тесной комнатушке. Устав ждать, когда удача сама свалится на их головы, домочадцы решают взять в ипотеку просторную квартиру в многоэтажном доме. Подписав все необходимые бумаги, родственники переезжают в новостройку в престижном квартале, предвкушая начало счастливой жизни. Фролова даже не догадывались, что произойдет потом. Семейный бюджет – комедия от создателя популярных отечественных фильмов «Легок на помине» и «Дублер» Евгения Абызова. Режиссер предлагает взглянуть на извечный квартирный вопрос с иронией. Персонажи его фильма влезли в серьезные долги по ипотеке, что отзовется в душах многих россиян. Мать зарабатывает на жизнь преподаванием классической музыки, а отец занимает пост инженера в парке аттракционов. Они – представители среднего класса, без каких-либо перспектив для карьерного роста. Денег катастрофически не хватает, а тут еще и очередной взнос за новенькую квартиру не за горами. Чтобы платить по счетам, незадачливые супруги проявляют находчивость, хватаясь за любую вакансию. Так, учительница принимает предложение о публичном выступлении. Играть на фортепиано ей предстоит. В костюме осьминога. Тем временем патриарх семьи Фроловых учится выживать на 200 рублей в неделю, экономя на каждой мелочи. Их своенравная дочь-подросток превращается в успешного интернет-блогера. Вести социальные сети новоиспеченной звезде помогает брат-романтик. Сумеют ли Фроловы выбраться из долговой ямы? Исполнительница главной роли Юлии Александрова призналась, семейном бюджете, ее привлек реализм происходящего. Как утверждает актриса, в России, каждая вторая семья вынуждена покупать жилье в ипотеку. Кризис, помноженный на карантин, лишил многих россиян стабильного дохода. И единственное, что у них остается – любовь, честь и взаимовыручка. Также Александрову заинтриговала возможность сыграть музыкального персонажа. Людей из этой сферы актриса считает особенными. Обызову в сценарии Куликова, Майера и Беликовой приглянулась не только актуальная повестка, но и тот факт, что действия разворачиваются в маленьком городе. Режиссер считает важным показывать то, как живут другие регионы нашей необъятной родины. Георгий Стреляны и Валентина Ляпина, сыгравшие детей главных героев, появляются на экране не впервые. За плечами Стрелянного участия в сериалах «Жуки», «Гений» и «Триггер», в то время как Ляпину можно было увидеть в хите 2020 года «Мир». 4 место. «Гуляй, Вася». «Свидание на Бали». Режиссер и сценарист Роман Каримов представляет продолжение знаменитой комедии «Гуляй, Вася». Кавычка-точка. Над сценарием к фильму вместе с также работала Яна Лебедева. На этот раз центральным персонажем истории станет Максим, бывший парень Анастасии. В первой части «Гуляй, Вася» обычный парень Митя планирует жениться на дочери бизнесмена, но вспоминает, что женат. Он просит бывшую жену Василису срочно дать развод, а она требует показать невесту. Митя знакомится с барменшей Анастасией и умоляет ее временно побыть его невестой. Девушка соглашается, а ее парень Максим играет роль ее брата. В итоге Митя действительно влюбляется в девушку и делает ей предложение. Действие второй части разворачивается через некоторое время после этих событий. Уже в качестве супругов Митя и Настя делают подарок лучшему другу Паше и его жене Кире, покупают совместную путевку на Бали. Паша и Кира ссорятся перед самым отъездом, но героя это не останавливает. Павел с детства мечтал оказаться на сказочном острове, поэтому летит без жены. Кира, уязвленная таким решением мужа, отправляется за ним. Она уверена, что Павел ей изменяет, и на Бали его ждет любовница. Чтобы разоблачить неверного супруга, она берет с собой своего психолога. Тем временем, путешествия на Бали летят также бывшая жена Мити, Василиса, его друг-аферист, Гарик, и бывший парень Насти, Максим. Если Вася и Гарик планируют только повеселиться в поездке, для Максима это возможность прославиться и завоевать сердце любимой. Изначально авторы идеи планировали снять только один фильм «Гуляй, Вася». После премьеры комедия получила множество положительных отзывов и хорошо стартовала в прокате. Это подвигло авторов поменять решение и снять секвел. Премьера первой части «Гуляй, Вася» состоялась в 2015 году. В первые выходные картина собрала 81 миллион рублей, суммарно сборы составили 278,5 миллионов рублей, а сам бюджет фильма – 40 миллионов рублей. В сиквеле в центре внимания будет Максим, его сыграл Роман Курцын. В одном из интервью актер рассказал, что на этот раз в картине покажут сильную трансформацию героя из глупого ялочного качка в целеустремленного мужчину. Во время разработки идеи фильм «Гуляй, Вася» имел другое название «Школьные друзья». Роман Каримов переименовал картину по совету режиссера Михаила Сегала. Роман Каримов серьезно относится к созданию фильма. Работая над первой частью, он заставлял актеров смотреть реалити-шоу «Дом-2», чтобы они могли лучше изобразить современную молодежь. Роман Курцын упомянул в интервью, что на этот раз в фильме будут бои без правил и много экшена. Третье место. Родные. В центре сюжета большая дружная семья. Главный герой, отец семейства, обожает свою любимую жену и детей. Семья и дом для него – самое главное в жизни, но раньше он имел мечту, о которой со временем начал постепенно забывать. Не так-то просто сохранять юношеский дух и целеустремленность, когда тебе нужно воспитывать детей и пытаться быть им хорошим примером. Но также, как и многим родителям, герою хочется поделиться своим опытом и рассказать молодому поколению свою историю. Отцу приходит в голову блестящая идея – пора осуществить давнюю мечту и вместе со своими близкими отправиться на Грушинский фестиваль, где он давно хотел исполнить песню собственного сочинения. Данный музыкальный фестиваль появился еще в 1968 году и с тех пор проходит в Самарской области. Герой устал от ежедневных забот и теперь готов поставить свою жизнь на паузу, чтобы следовать своим желаниям. Для других членов семьи это становится сюрпризом, к которому они не были готовы. Каждый считает, что все это обычные капризы взрослого человека. Однако в такие моменты необходимо, чтобы семья была на твоей стороне и поддерживала тебя, несмотря ни на что. Так начинается путешествие семьи через всю Россию, а фильм превращается в настоящий отечественный роуд-муви. В долгом пути героев ждут незабываемые приключения, в ходе которых им предстоит узнать друг друга с новой стороны. Автопутешествие готовит персонажам картины различные испытания, которые их отношения могут не выдержать. Только к концу поездки члены огромного семейства поймут ценность этого опыта. Автором идеи стал сценарист Алексей Казаков. Он написал сценарий к фильму вместе с Жорой Крыжовниковым. Оба сценариста выступили продюсерами картины. Кинематографисты не в первый раз работают вместе. Под их руководством появились картины «Горько. Горько. 2. Самый лучший день». Казаков также поработал над сценариями таких фильмов, как «Чернобыль. Побочный эффект». Алексей Казаков признался, что для них с Крыжовниковым история фильма является глубоко личной, так как все персонажи – это прообразы близких людей из их детства. Режиссером проекта выступил Илья Аксенов. Это его третий полнометражный фильм после картин «Квинщики» и «На край света». Он также режиссер российского сериала «Мир. Дружба. Жвачка». Один из продюсеров Илья Стюарт признался, что компания Sony Pictures займется выпуском картины в прокат. Отца семьи сыграет Сергей Бурунов, который известен озвучиванием таких голливудских актеров, как Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп, Стив Карелль, Адам Сэндлер. Он также сыграл в российских картинах «Глубже. Последний богатырь», «Духлос-2» и других. Второе место. Самый Новый год. В жизни заурядного доктора ветеринарной лечебницы полный кавардак, возлюбленная требует расписаться, а мать с отцом ждут карьерных свершений. Ситуация переворачивается с ног на голову, когда непутевый фельдшер попадает в прошлое. Этот день парень запомнит надолго. Канун Нового года. Вся Россия ожидает праздник в кругу самых близких людей. Но молодой сотрудник клиники для питомцев Александр, Роман Курцин, домой не торопится. Его взаимоотношения с девушкой Аллей, Елизавета Канонова, зашли в тупик. Утром возлюбленная сообщила о своей беременности. И теперь отделаться от свадьбы нерешительному парню точно не удастся. Ситуация усугубляется тем фактом, что матери Сашки невестка решительно не нравится, а отец настаивает на смене должности. Перспектив для карьерного роста нет, а денег катастрофически не хватает. Доведенный до ручки фельдшер запирается в туалете, искренне мечтая о том, чтобы близкие оставили его в покое хотя бы на один вечер. Заветное желание героя магическим образом исполняется. Покинув уборную, Александр с удивлением обнаруживает, что на дворе 31 декабря 1992 года. Молодая беременная мать, ошарашенная появлением в квартире незнакомца, прогоняет сына за дверь, не желая выслушивать безумные оправдания. На улице на гостя из будущего тут же нападают гопники, отбирают мобильный телефон и последнюю одежду. Чтобы вернуться в свою эпоху, Саше придется пройти через все круги ада. Предновогодние приключения заставят его взглянуть на свою личную жизнь под иным углом. По словам авторов комедии, самый новый год. Они стремились сделать Россию, лихих 90-х, максимально аутентичной. Именно поэтому съемки проходили в глухой провинции, где многие дома и улицы сохранились в прежнем виде. В фильме используются подлинные автомобили, интерьеры и элементы гардероба. Не меньше внимания уделено специфическому лексикону. Для адаптации к непривычным условиям жизни герой Романа Курцина обращается к реальным историческим фактам. Например, в одной из сцен Саша призывает жителей избегать вкладов в МММ, заявляет о скорой смене власти и предсказывает окончание сериала «Санта-Барбара». В качестве массовки задействованы обычные граждане. В частности, актер Роман Курцин приглашал подписчиков из Ярославля на съемки через страницу в Инстаграм. Практически весь реквизит в духе начала 90-х, шапки-ушанки, дубленки, лосины, взят ярославцами из собственных домов. Первое место. Пара из будущего. После тепло принятых критиками фильмов «Я худею» и «Громкая связь» и «Не совсем удачного» сериала «Толя робот», режиссер Алексей Нужный возвращается с новой полнометражной картиной о любви, доверии и предательстве. На дворе 2040 года, изрелая супружеская пара уже устала искать выход из ставшего теперь бессмысленным брака. Полностью исчерпав свои отношения и опустив руки, герои фантастическим образом возвращаются на 20 лет назад, в тот день, когда приняли судьбоносное решение пожениться. Муж и жена в исполнении актрисы Марии Ароновой и актера Сергея Бурунова бросаются к самим себе в молодости в надежде отговорить парочку от непоправимых ошибок и изменить свою нескладную жизнь. Однако переубедить влюбленных парня и девушку из далекого 2020-го оказывается не так-то просто, ведь они все еще искренне любят друг друга. Режиссер Алексей Нужный в очередной раз закладывает в основу фильма исследования и сравнения природы взаимоотношений уже взрослой и молодой пары, их любви и ненависти друг к другу, а также их поиски того, что скрывается под этими эмоциями на самом деле. Усталость, нежелание бороться за свою половинку и волшебное напоминание самим себе о том беззаботном времени, когда казалось, что любовь спасет мир. Нет ничего проще, чем искать ошибки в прошлом и жалеть об упущенном, когда на самом деле все проблемы всегда кроются в нас настоящих и оказываются вполне решаемыми. В новой фантастической картине зрители увидят много драмы, элементы комедии, конечно же, немало экшена и трюковых сцен. Это не первый фильм, который Алексей Нужный снимает в Нижнем Новгороде. Пару лет назад он уже снимал там картину «Я худею» с Александрой Бортичей и Ириной Горбачевой в главной роли. В августе 2020 года стало известно, что Фонд кино одобрил поддержку производства нового фильма режиссера Алексея Нужного. Выход фильма «Пара из будущего» на большие экраны назначен на 4 марта 2021 года. Главных героев в молодости сыграли студенты Гетиса, начинающие актеры Денис Парамонов, «Метро», «Заступники» и Дарья Каныжева, «Подольские курсанты», «Доктор Лиза». За производство фильма отвечала студия Никиты Михалкова, «Триты». Сергей Бурунов и Мария Аронова оба являются выпускниками Театрального института имени Бориса Щукина. После окончания совместных съемок актеры очень тепло отзывались о проведенном на съемочной площадке времени и общей атмосфере фильма.